Приветствую вас! Если вы хотели показать, то вам нужно задать свой вопрос в расцвете у Зотельки, вам там ответят. Если же вы обращаетесь к психологам, то тогда нужно сначала определить, кто был инициатором расставания, как относится к вам, мужчина, на данный момент. И, собственно говоря, вам нужно найти способ отправить ему письмо хотя бы для того, чтобы дать ему понять, что вы его просили, что вы его любите и так далее. И, значит, сведет ли вас судьба с ним вновь или нет, зависит от того, что вы будете делать. То есть, если вы, например, встретите его из армии, броситесь к нему на шею, расплачетесь и будете говорить о своей любви к нему, то есть большой шанс, что вы будете вместе вновь, при условии, что мужчина вас любит. Если вы, значит, не будете этого делать, то, соответственно, вариантов меньше. Ну и нужно быть готовым к тому, что, значит, он может к вам охладеть за то время, пока вы не вместе. Забыть вас, повзрослеть со другим, об этом тоже не стоит забывать о возможности такой. Поэтому рекомендую вам, рекомендую вам делать так. И, наверное, на самом деле будет лучше, если вы не будете себя огранчивать в чем-то, пока ждете его из армии. То есть, живите для себя, можете встречаться с кем-нибудь, если хотите. Чтобы у вас не было ощущение, что вы, ну, как-то, знаете, жертвуете собой ради мужчины. У вас не было ощущение, что вы как-то жизнь свою отдаете ему, чтобы потом, если он не ответит вам взаимностью, чтобы все-таки не переживать так сильно, чтобы не чувствовать себя совсем уж брошенной и разочарованной. Вот. Я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok